Добрый вечер, друзья! У нас третья часть трансляции по героям. Сейчас, может, пособираем 600 золота, ключник. Беда ключника в том, что его все время кто-то беспокоит. Пожалуйста, старичок, обитатель палатки. Заходи уж и давай покончим с этим. Он наклоняется к вам и шепчет заветные слова на ухо. Исследовать. Здесь к священникам идем. Мстить. Монастырь. Здесь могут быть наняты монахи, но это место охраняет кукурику. Нежелательно с ним стрелять. Конечно. Погнали. 19 монахов. Побежали. Команджу. Ну, рано или поздно мы... О-о-о. Хорошо, что он стреляет по сквайрам. Не очень нужным. А это уже хуже. Сейчас минус героя просто будет. Что начинается, да? А как... А почему он ответил этому? А, герой перекрыл. Что? Что? Серьезно? Тут такая вот система работает? Монахи жесткие. Очень жесткие монахи. Коням не убьют все равно. Уже как минимум одного. Бедные сквайры. Достается. Все, справились. Минус коль. Тем не менее, минус коль. И 40 сквайров. Давай тактику. И нанимаем 6 монахов. Вот это, кстати, хорошо. Ну, вот я не знаю, что они из себя представляют. То есть, это новый отряд. И у него... Характеристики-то скрыты. Поэтому. Поэтому риск. Риск. Зря не сохранился. Ой, они... Их, во-первых, много. Во-вторых, они жесткие. Просто По лицу и по лицу И это только первый стак Забей И знаете, когда первый раз играешь Ты такой, о, крестоносцы Нападать на них или не нападать? Но героя мне нужно сюда возвращать Потому что мы по телепортам можем собрать Довольно быстро подкрепку из двух других замков Имеет ли смысл сейчас подтаскивать? Думаю, да На следующий ход Золотишко, оракул, открываю часть карты А, это типа Типа обелисков, да? Давайте посмотрим Выглядевшись в глаза оракула Вы начинаете различать какую-то картинку Прямо на мне, что ли? Прямо на мне, ну вон, серьезно Стоп, это что, шутка такая? Вон крестик стоит А можно копать, что ли, уже? Та-да Подождите, я просто не сталкивался с поиском Грааля В четвертой части Ну тут единственный оракул, видимо И прямо вот, прямо вот на мне можно копать Что? Ребят, я нашел рынок Я нашел рынок Он почему-то находится не в городе В третьих героях ты там как бы строил рынки Кажется, до 6, до 7, ну или 7 максимум С максимальной скидкой И меняешь ресурсы в городе Так, теперь осталось откопать Где у нас Грааль копать Выкопать клад Простите, но раскопки занимаются лоди Ничего, я подожду Не зря вернулся А этим будем исследовать весьма Там неопределенная хрень Там какая-то зеленая, ядовитая Убивающая все на своем пути Штука Дюжины ужасно ядовитой твари Вот буквально Ужасно ядовитая тварь Монстры поджидали вас Судя по виду этого места Они готовились к обряду Возможно уничтожению И я знал, что темная жидкость Бурлила в их котлее И я видел тела А, это рассказывает Чигул И Лисандр тоже Он приказал немедленно атаковать Воу Ну ясно И вот как я мог знать Что ядовитые твари Они меня ушатают У них урон 16-24 Жизни 100 То есть это не до рыцарь Но их там 40 человек, у меня рыцарей 3. И чё? Ну, так поставляем, чисто, чтобы увидеть, что... Вот поэтому как бы надо записываться перед тем, как идти в неизвестном направлении, правильно? Всё, увидели, поняли, что нам сюда рановато. И побежали куда-то снова на юга. Своро-водяные элементали ползают по палубе этого заброшенного корабля. Я не знаю, что из себя представляет водный элементаль. Насколько они жёсткие. Их очень много. И они довольно опасные. Они жирные, 6-9 урон. Они не стреляют. Не очень быстро, и это можно... Почему я решил, что они не стреляют? Ну, потому что недоступно, недоступно увидел. Не стреляют. Вообще без шансов. Минус герой, минус сразу всё. Что это? Что это? Это как? Вот как это понять, скажите мне? Вот как ты с первого раза можешь... Можешь понять, лезть тебе на них или не лезть? Понятное дело, что... Сейчас-то понятно, что не лезть. О-о-о-о. Отступайте, мне деньги нужны. Давай, ты справишься. Дюжин, не справишься. Надо вот этих ещё ребят подвезти. Ну, у него армия уже такая приличная. Надеюсь, что справимся. Сквайров делим. Просто чтобы был блок какой-никакой. С богом. А-а-а. Слушайте, дюжины их тут значительно меньше, чем в прошлый раз. Видимо, там диапазон типа Х2 может быть. Ну, тогда нормально. Опасные крестоносцы. Надо первый стак сейчас пытаться вырубать. Скорее всего, это минус пять сквайров. Бесславно умерли. Хотя нет, не дошли до них крестоносцы. Оп. Я мог с ними легко справиться. Прошлая армия. Просто прошлые дюжины были просто в два раза больше. Их было. Атака. Давай, атаку первой ступени. Вот его мы качаем на... Неплохо опять, человек. На такого массовика-затейника. Ну, погнали. У нас последняя группа на нашей территории не собрана. Весьма опасная, как вы видите. Они еще успели немножко развиться. Погнали. 25 коней. Должны разматывать. Я считаю. Извините. Да как так? Что ты? Как ты? Как? 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 Надо блочить героя. Надо... Как? Как? Там же 70 урона. Как он сдох? А давайте, кони, покажите, что вы можете. Оооо! Два косаря! Две четыреста священники. Бах! А кажется, эти же были... Они случайно... Нет, орки вряд ли к смерти относятся. Так, разведчик первого класса лесом, естественно. Рукопашный бой первый дан. Что? Не, я стрелять хочу. Все дружеские отряды получают. Разведчик умение дает плюс один радиус обзора. Возможность получать информацию в любом здании на карте. Видеть врагов с науком разведчиков. Давайте разведчика возьмем. Потому что следопыт это pathfinding. И теоретически мы сможем ходить по пересеченной местности лучше. Если тот самый с... В общем, давайте. Собираем пока экспу. Собираем ресурсы. И готовимся. Готовимся, готовимся. Готовимся грифонов пробивать. Надо уже стремиться сюда. Игрок цвет зеленый уходит из этого мира. Надеюсь, я не зеленый. Хорошо, они там сражаются друг с другом. Я боялся на старте, что вот каждый ход мне времени не хватит. Ну, вы знаете, как это бывает. Коней вместо монахов. Вообще лучше сгруппировать лучников, баллист и всех остальных. Скакали. Ну, большой вопрос, сможем ли мы текущей армии пробить гарнизон грифонов. Сейчас узнаем. Грифоны еще разок. 16-22, 100 хитов. Летают. Надо было плотнее встать. Два героя очень подставляются. Даже так. Долетают в первый ход. Не, нужна плотная расстановка, друзья. Нужна плотная расстановка. Обязательно нужна плотная расстановка. Ну, с грифонами мы справимся. Да, с потерями, но справимся. О, вот сейчас отлично стоят люди. Только надо героя убрать и все. Обязательно замедлить. Ой, нормально, рыцари стоят. Имеет ли смысл делать вязку или нет? Чтобы не долетели просто до этих. Давайте. На дальний стак. Последний, который представляет серьезную угрозу. Чтобы он просто не долетел. Ну, шикарно. Что могу сказать. Мы с вами справились. Совсем с небольшими потерями. И... Что мы делаем, мюллич? Мы продолжаем качать ему... А герой сплитится по героям? Вот это вопрос чатику. Опыт сплитится по героям, которые участвовали? Или они получают их с два опыта? Ну, вдруг там имба такая, что они... Каждый получает... Сплитится, да? Ясно. Опа. Нейтральная армия. Это земляные элементали. В прошлый раз, когда я с элементальными встретился, мне не очень понравилось. Он проверит. Их много. Их много. Что они умеют? Устойчивость магии дает возможность стоять перед большим разрушением заклинаний. Получает меньше урона заклинаний прямого урона. Действует яд. Но они очень медленные. У них единицы перемещения. Я не знаю, сколько им потребуется времени. Чтобы до нас дойти. Мне кажется, это изи будет. Да, это изи будет. Сто процентов. Если сейчас не прилетит какое-то спонтанное... Спонтан... Спонтанная тема. Смешно они ходят. А, влетаем. Улетаем, убиваем. Кони. Уничтожают. Это он. Так, Мюллич продолжает атаку-защиту качать. Индивидуально. В смысле, массовые вещи. Они индивидуально он игнорирует. И мы приходим к врагу, к первому. Десятки, свора, дюжины. Отрядик нас тут ждет. О-о-о, ходят. Но они как-то не стремятся меня атаковать. Поэтому удачи нам. Можно было зайти в... Вражеский герой. Третьего уровня, ну, бас. Он пробафан, кстати. Ну, у него армия. Ну, прям... Что это такое? Героя потерять мог. Все равно. Все еще могу. Нет, держись. Ну, там нет арбалета. Я должен ходить первым. Ну, отварчик какой-нибудь я бы принял, если честно. Конем вперед. Ты что, на коня полез? Ой, дурак! Ну, ты, конечно, даешь. Наверное, баллисты надо убить. Дабы не было какого-то случайного выстрела в героя. Хочет откупиться за четыре кустыря, да? Пожалуйста. И второй нападает. А вот это уже посложнее. Потому что сейчас у меня уже нет возможности вытанковать героем. Ох! Да я забыл, что от ветка прилетит по линии. И просто сам фактически герой. Ладно, больше экспы другому достанется. Главное, что второй сейчас не умер по каким-то причинам. Косарик ровно... А, здесь два героя. У-у-у-у-у-у-у. Ну, что, кони готовы? Триггеру... Нет, не триггеру. Это палатин. Здесь 22 крестоносца. Ну, что, кони погнали. Здрасте. Причем кони гонят сразу на 22. Минус один. Сдается. Конечно, за 10 косарей я... Она кричит. Или он кричит. Проиграл. Что без Лиссандра делал? Как я его... Хорошо, что я его начал выкачивать на защиту. И на индивидуальные вот эти вот magic resist. Потому что, судя по всему, вот эта вот концовка, она будет очень часто происходить. Раз, два. Изи. Второй будет подходить, интересно, сейчас. Решил даже не откупаться. Эти герои удерживаются в тюрьме города Ковенант. Сигрид и Орин. А, катапульты живые. Я думаю, что? Там просто пауза есть такая. Пока уже это всех, как казалось бы, убил. Но сейчас будет. Я думаю, пауза затянулась. В тюрьме город Ковенант Ковенант, Ковенант Трофеи, вы захватили вражеские артефакты Чтобы распределить их между своими войсками Щелкните по артефакту, перетащите Меч 13 13 меч даем нашему главному герою Все бутылки, ну так, кое-как И первый штурм Первый штурм замка Так вообще Как-то странно очень выглядит А кто это такая? Кайлин 24 уровня 80 атаки 60, 100 Защита 60 Невидимый, это ассасин какой-то Полностью снимает штраф передвижением По незнакомой местности И 50% дальность Это у разведчика, это у следопыт Вау Вау Неплохо Это кажется вот разведка наша Это кажется разведочка Разведочка Что, мы ее сможем убрать? 30-30 хитов Теоретически сможем Не сразу, конечно, но сможем Но она очень страшная 58 Оооо Но тут главное Кони пытаются ворваться Класс Ну мы ее убиваем Легла Дальше Минус лучники Ну давай, заходи Чего Не хочет Я не знаю Мы, может, заблокировали там как-то что-то Давайте Мне кажется, что Да, я просто в проходе стою 28 косарей Нет Никакой пощады врагу Погнали Захватываем замок Ну куда нам деньги? Зачем нам деньги? Вы сразили врага Мюлич повышает Я смотрел, как Айлен уводит в кандалах К нашему удивлению Она отказалась признаться, кто ее нанял Когда Лиссандр предложил ей изгнание Вместо тюрьмы Она не держала рот на замке Сажайте меня в тюрьму Сказала она Все равно, скоро выберусь После тех преступлений, что ты совершила Выйдешь оттуда седой старухой Как знать Может, другой король придет Более милостивый Я же везучая Рискну, пожалуй Усмехнулась Кайлин Кайлин Она рассчитывала на победу Вортона в этой войне И какова бы ни была ее сделка с Вортоном Она явно значила для нее больше, чем мог предположить Лиссандр Увидите ее Распределился Ля какая, а Слышали? Эти герои держат Кайлин в галействе Где? А, вы захватили гор... А-а-а А тут гильдия отстроена И у нас все есть Сюда нужно привести нашу подругу Общий удар змии Общее ускорение Антимагия Ё-моё Сила дракона Заклинание повышает На сто процентов Длань богов Снимает честерон Получен всеми вашими отрядами Воскрешает Что?! Кто идет? Крестоносцы, кажется, просто идут Э, неплохо Ай Ой Да ладно, да беги Или ты можешь Да, 150 волков, ты, конечно, сейчас сам убьешь Бежим в город ближайший Никакого криминала не случилось Все нормально Не переживайте Все, с этой армией идем убивать Здесь штурмуем следующий замок А здесь есть герой Ну, какой-то нубас Первого уровня рыцарь Что он может? Ничего он не может Убиваем раз Скорее всего, убиваем два Подходим Зря подхожу, кстати Да, пожалуйста Захватили следующий замок Здесь тоже гильдия И новые Есть заклинания Смотрим, что нужно В этой заставе Лиссандр пытается убедить Рыцаря-коменданта этой башни Что сражается за Палаэдру Но тот не сговорчик Меня не волнует Вся эта политика Люди дерутся за то Кто будет королем И обе стороны хороши А сейчас, насколько я знаю Вообще никакого короля нет Говорит усталый рыцарь Не так он должен говорить Лиссандр не склонен Винить его за сердитый тон Я должен пройти, сударь Можем ли мы как-то договориться? Ну, есть только один малый Которому я действительно доверяю Друг моего детства По имени Проэфа О-о-о, он-то знает, на какой стороне нам лучше сражаться Приведите его сюда, тогда пройдем Стоп, про эфа это что-то, который телохранителем работал у... Или я что-то напутал Да, про эфа Чтобы получить... А, мне нужен крест жизни, чтобы получить героя про эфа Крест жизни, крест жизни Еще одна застава А у нас синенькие есть, вы желаете пройти? Да, хотим О-о-о, и драконы вылетают сразу на меня Четыре черных, я не расист, но они все черные драконы Яй, красавцы, смотрите, какие красивые Дышит огнем, уфпсов не хватает 400 хп, 50, 100 летают Огненное дыхание может поразить даже воинов, стоящих за атакуемой целью Полный иммунитет к магии Хаос, хаос Почти сдох сразу Минус один Минус два У них такая тушка жирненькая, я не знаю, как они летают Сам ты жирный, просто клость широкая А-а-а-а Не долетели Драконы Игрок оранжевый, а, это был игрок И они охраняли золотую шахту Золотую Которая мне не особо нужна Что за задание? Вы видите тощего мужичка Средних лет, усердно упражняющегося С молотом гномов Воин из него явно некудышный Поэтому вы спрашиваете, откуда у него такое редкое оружие? Это-то Да, купил у одного купца А тот взял у одного из баронов Колес 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 А вам-то что? Отвечает он Я ли заметил имя Вычеканное на бойке Клодман А-а-а Я думал А-а-а Это снова Я думал Он мертв Но мне эта штука все равно Нужна Черных драконов Убивать буду Ты? Не хочешь показаться Не хочу показаться невежливым Но у тебя нет никаких шансов Но они сожали всю мою семью Мне надо это сделать Желаю сохранить этому бедолаге жизнь Вы быстро разработали план А если бы я убил черных драконов? Какое совпадение Что они были совсем неподалеку О которых ты говоришь Ты бы отдал мне молот гномов? Спрашиваете вы Он раздумывает секунду Осознает свою слабость И кивает Да Ну Я бы сразу Вы бросили голову Одного из черных драконов Классно продумано сразу Что тебе не нужно второе Вы бросили голову Одного из черных драконов И мы все четыре головы взяли На всякий случай К ногам этого одинокого человека Внезапно Он заходит с рыданиями И колотит кулаками По мрачному трофею Он даже не заметил Или не обратил внимания Как вы подобрали молот гномов И пошли прочь Так Молот гномов Ближний бой Десять Но он если одноручный То можно его Да Его наверное лучше Такое О еще один герой Цок-цок-цок Надо перехватывать Подкрепом Ну такая Подкрепа Знаете Ну никакая Она Там рядышком Герои еще Так А вот он Посерьезней Сто лучников Монахи Крестоносцы Опять герой Подставляется Ну что ты будешь делать Давай Баллисты Герой же хорошо Танкует Пустоты хорошие Все никак не могу я До лучников добраться Купаться нет Возможно из-за того Что перед ним Монахи стояли Я не мог По прямой По ним стрелять Надо было продолжать Просто стрелять По монахам И тогда бы достал До арбалечек Они то нормально По мне стреляли Ну сейчас есть риск Что выскочит Кто нибудь отсюда Тут много всего Тут много всего Плюс они за стеной Наверное Имеет смысл Пока чуть-чуть Отступить Вправо Остальными Подтащить Подкрепление И самое главное Сейчас направить Еще подкрепление Сюда Да Народу прилично Но я думаю Справимся Тем более тут Энатора Четвертого уровня И Замбу третьего То есть это ребята Которые не соображают Что происходит Это спустило Что он А как Что Что Как Не понял Да Без проблем Ой Опять Опять Начинается Нет 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 Так Но этого героя Не жалко Все нормально Там Мюллер Миллечи Минус Ноус Кто его помнит Ну Герой проявился Изи Да Местный храм Воскрешает Миллечи Значит храм Нужен для воскрешения Я теперь понял Эти герои Держатся в тюрьме Артефакт повышает Неплохо Артефакт повышает На 20% урон Наносимый врагу Армиями героя Да и врагов Не вижу больше Опа Это что такое Опачки Кажется Это он Какой-то генерал 24 уровня Стоит за Так Тройка защиты Наверху еще один замок И Гарнизон Грифонов Да Десятка Справимся с ними Дотаскиваем 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 Окей Довольно Простые враги Добиваем Основная армия была В первых замках Ну и тут остался Правда еще один Один какой-то странный Захватили город Так А что у нас есть Помним Что нам нужно крест Смотрите Здесь человек Отдался На На Котах Свирепый белый тигр Не только мудр Не только быстро Но и мудр Он всегда избирает Тактику боя Что Что успевает Атаковать До того Как враг Нанесет Ответный удар Так Ну в целом Карта почти Вся открытая Я не знаю Правда Где мне этот крест Будь он не ладен Искать Да Магия жизни А что дает Заклинание Направляясь На один из отряда Ваш Свет Уровня героя Войска Атакующие От Околдованный Отряд В ближнем бою Получают урон Степень которого Зависит от уровня героя Оооо А Слушайте Воздаяние было В каком-то виде В пятых героях Если я правильно помню Хватит ли мне ее Большой вопрос Но попробуем Кажется что Предмет Должен быть Где-то здесь Во первых Я вижу Некий сундук Во вторых Карта Открыта Монстры Пожидали нас Судя по виду Этого места Они готовились К обряду Да Лиссандр Не надо Пожалуйста Только не умирай А Стоим по тем кто не отвечает не успеет не успеет ворваться уже там неважно армии хватило и крест жизни да я знал крест жизни артефак увеличивает навык воскрешение героя на 5 процентов если у героя навык в темном случае артефакт действует подобно навыка воскрешение первой ступени вот его нам как раз и нужно доставить сейчас посмотрим что еще сосуд с ядом ресурсы собирать не буду идем сразу доставлять сдавать в общем сдавать этот артефакт довольно странно что первая же миссия компании она довольно таки такая комплексная во крест жизни покоился на шее моего господина когда мы подошли к дому адмуса несмотря на то что мы специально выждали пока праэфа не закончит полдник мы все равно застали этого молодца запоедание медовых коврижек на крыльце он хотел угостить нас но лисандр отказался что же за страж такой праэфа сидишь тут пьешь и ешь беспрестанно неодобрительно заметила лисандр праэфа смехнулся нисколько не задеты обвинением а я и не страж ответил он я священник я переписываю сочинение адамуса и перевожу их на три языка нифига себе а еще я еду готовлю священник я вспомнил свой вызов когда мы столкнулись с ним в первый раз с явной наглостью тогда я был готов побить праэфа за неуважение в этот момент на шум наших голосов вышел адмус это был светловолосый мужчина средних лет постоянно щурившийся адмус улыбнулся мгновенно разрешив наш конфликт с праэфа и бросил на огромного клирика красноречивый взгляд пожалуйста не обижайтесь на поведение моего помощника к его манерам нужно привыкнуть сказал адамус затем он добавил обращаясь уже к праэфа полагаю именно поэтому такой молодой здоровый парень пошел под мою опеку опека стараясь уйти от неловкой темы лисандр снял крест жизни шеи и протянул его священнику как ты и просил адамус сказал мой господин мой господин хорошо одобрил адамус принимая крест я обратил внимание на то что он не надел артефакт на виду с прочими своими достоинствами этот крест направляет своего носителя на праведный путь правильный путь правильный путь скажи мне лорд лисандр ты по-прежнему желаешь помешать сэру ворта ну и стать королем полаэдры более чем когда-либо ответил лисандр адамус наконец повесил крест на шею тогда мы с праэфа пойдем с вами если мы не возражаем опа священник 11 уровня где бы мне получить экспу мне нужно видимо возвращаться а больше особо нигде блин как же хочу воздаяние то выучить а дальше фиолетовый ключник а это вот как раз фиолетовый ключник откроет на фиолетовые эти ворота видимо понятненько стоп это не фиолетовая палатка подождите подождите я у нас остался последний враг который стоит за за гарнизоном который я не могу куда не могу добраться я думал что палатка фиолетовая откроет мне доступ еще и увидимся на следующем стриме который будет скорее всего завтра и начнем пораньше